Всем привет! С вами очередные новости шоу-бизнеса. А это первое откровенное интервью от Камилы Валиевой после допингового скандала, который разразился на зимних играх в Пекине. Фигуристка Камила Валиева впервые откровенно поделилась воспоминаниями о выступлении на зимней Олимпиаде в Пекине. В 22-м году юную спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил. Расследование в отношении 16-летней фигуристки продолжается до сих пор. Российское антидопинговое агентство Русада Валиеву оправдало, но окончательное решение вынесет Международный спортивный арбитражный суд. Спустя год Камила пришла на подкаст.лаб к Максиму Транькову и рассказала, что чувствовала на Олимпиаде и что переживает сейчас. В Пекине прогремел один из самых громких скандалов в истории фигурного катания. Во время командного турнира выяснилось, что допинг-проба одного из участников дала положительный результат. Уже после объявления результатов и победы российской сборной стало ясно, что в применении запрещенных препаратов обвиняют спортсменку из нашей страны. В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала анализы, перепроверка которых в феврале показала наличие в организме 15-летней спортсменки триметазидина – сердечно-сосудистого препарата, запрещенного всемирным антидопинговым агентством. Как потенциальный допинг, церемония награждения призеров командника Пекина 2022 была перенесена на неопределенный срок и к этому моменту еще не проведена. До личного турнира Валиеву все-таки допустили. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, ВАДа и Международного союза конькобежцев, отнеся несовершеннолетнюю Валиеву к защищенному лицу. Соревнование одиночниц Камила провалила, став четвертой, хотя изначально ехала в Пекин в качестве главного фаворита. 15-летняя россиянка к тому моменту уже стала чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров и победительницей нескольких этапов гран-при. Произвольную программу с Олимпиады я пересмотрела раза три, со слезами на глазах, чтобы понять, как это выглядело со стороны. Посмотрела и отпустила. Все было сумбурное, непонятное. Ты не можешь не думать, когда некоторые спортсмены в столовой очень странно смотрят и оборачиваются. Ты понимаешь, что вроде бы сильная девочка, но мне было так сложно прыгать из-за того, что я себе построила и из-за того, что на меня навалилась, вспоминает фигуристка произвольную программу Пекина. Всю Олимпийскую неделю в Алиеву преследовали журналисты. Тренерский штаб в лицее Терри Тутберидзе, Сергея Дудакова и Данила Глейхенгауза молчал и до сих пор ситуацию с положительной допинг-пробы своей участницы никак не комментировал. Самое такое, это когда ты выходишь на тренировку, а там вместо нескольких фотографов прямо целая арена из щелкающих фотоаппаратов. Что бы ты ни сделала, все сфотографировали и все выложили. Ты привыкаешь быть под камерами, но не до такого состояния. Я все время смотрела и думала, божечки, продолжает Валиева. Сборная США, занявшая второе место в команднике, потребовала немедленно дисквалификации российской команды. Судьба золотых медалей Марка Кондратюка, Виктории Сединицыной и Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной и Александра Галямова остается неопределена до сих пор, хотя в России фигуристов чествовали как олимпийских чемпионов. Расследование дела Валиевой поручили российскому антидопинговому агентству, которое нарушило дедлайны и молчало почти полгода, заявив, что итоги разбирательства не будут обнародованы, так как Камила несовершеннолетняя. В ноябре ВАДА и ИСУ, устав ждать вердикта по делу, передали его в спортивный арбитражный суд. Антидопинговое агентство потребовало максимального наказания для россиянки, четырехлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. В январе РУСАДА оправдала Валиеву и проинформировала об этом ВАДА. Комитет не наложил на Камилу никаких санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы, то есть лишил фигуристку статуса чемпионки России 2021. А решение российского агентства возмутило американских и европейских чиновников, но еще больше болельщиков. Допинговый скандал в Пекине сменился полным отстранением сборной России от участия в международных соревнованиях под эгидой ИСУ. В связи с началом специальной военной операции на Украине. Наших фигуристов не пустили на чемпионат мира в 2022 году в Монреале, а санкции продолжились и в новом сезоне. Весь этот год Камила Валиева и другие фигуристы страны были вынуждены соревноваться дома. Это, наверное, самый интересный сезон для меня. Я очень довольна. То, как я начинала и то, как я его закончила, было намного лучше. Закрывая сезон, я еще и тройной аксель прыгнула в короткой программе делится фигуристка. Неизвестно, как сложилась бы карьера Валиевой. Допусти сборную России на турниры ИСУ в этом сезоне. Но неодобрение иностранных фанатов на аренах было бы обеспечено. На всех форумах настаивают на том, что российских фигуристов в полном составе нужно дисквалифицировать. Не из-за ситуации на Украине, а из-за допинга в «Хрустальном». В употреблении запрещенных веществ болельщики подозревают не только Валиеву, но и других учениц Этери Тутберидзе. Глава МОК Томас Бах обвинил тренера Валиевой в чрезмерной холодности Камиле, которая, по его мнению, на играх 2022 нуждалась в большей заботе. Фигуристка и сама призналась, что самую большую в тот момент поддержку ей оказывала только мама. «Очень не хотелось тревожить ее. Я фильтровала то, что писала ей, названивала. Я нуждалась в общении, но очень осторожно, потому что она переживает сильно. В тот момент у меня самой столько переживаний было, поэтому я осторожно с ней общаюсь. По большому счету, я выговаривала вообще все, что думаю обо всей ситуации Марку Кондратюку», — рассказала Валиева. Тутберидзе действительно никогда не славилась с теплыми отношениями со своими фигуристами. За специалистом закрепилось прозвище «Снежная королева», но Валиева рассказала, что после Пекина 2022 стала ближе общаться с тренером. Раньше больше тренировки и тренировки, а сейчас можно на разные темы поговорить. Она рассказывает о своем опыте, а у нее колоссальный опыт в жизни и фигурном катании. Всегда очень интересно послушать. Но когда же будет решение по делу Валиевой? Вердикт ждали еще в декабре 2022 года, но спортивно-арбитражный суд в Лозане не торопится назначить дату слушаний. Вероятно, это пока невозможно и не обязательно из-за санкций против российского спорта, ведь пока неизвестно, когда Валиева в принципе сможет выступать на международной арене. ИСУ после мартовских рекомендаций МОКО допустить на старты некоторых спортсменов, заявил, что рассмотрит вариант с возвращением в сборную России на летнем исполкоме. Если решение будет положительным для нашей страны, то и расследование дела Валиевой ускорится. А пока известно лишь то, что швейцарская юридическая компания, которая представляла интересы Камилы Валиевой во время слушаний на Олимпиаде, отказалась от сотрудничества с российской стороной. Представлять нашу фигуристку в суде, вероятно, будет британский специалист Артур Грэм, ранее работавший над некоторыми делами Русада. Ну а на этом все, дорогие слушатели. Приглашаю вас в комментарии, где вы можете обменяться мнениями и попробовать поддержать фигуристку. А также не забывайте подписываться.